На этой неделе мы с вами увидели несколько живых изображений Galaxy Note 20 Ultra. Тот же самый источник теперь опубликовал короткое видео того же смартфона, в котором подтвердились многие из изменений дизайна, о которых мы слышали ранее. Спереди мы видим массивную 6-9 дюймовую панель с частотой обновления 120 Гц. Сзади тоже без сюрпризов. Большой прямоугольник с камерами, которые расположены в круглых вырезах модуля. Также рядом виден лазерный модуль автофокуса. Это подтверждает более ранние сообщения о том, что Samsung отказался от датчика глубины T-Off на Galaxy Note 20 Ultra, чтобы устранить проблемы с фокусировкой. Здесь важно отметить, что камеры, кажется, выступают из корпуса даже больше, чем на Galaxy S20 Ultra. Galaxy Note 20 Ultra шире и выше, чем Galaxy Note 10 Plus в целом, и этого следовало ожидать. Также в этом видео показали новую функцию S-Pen, которая заключается в широких возможностях настройки указателя S-Pen, которые будут представлены с новым флагманом. В серии Galaxy Note 20 кажется, что указатель S-Pen позволит пользователям перемещаться по интерфейсу, подобным тому, как работает компьютерная мышь, нажав и удерживая кнопку S-Pen. Существует также некоторая настройка, когда S-Pen используется в качестве лазерной указки для таких вещей, как просмотр презентации в PowerPoint. Вы сможете изменить цвет и размер указателя и добавить след к указателю, точно так же, как вы можете это сделать на мышке на ПК с Windows. Однако нам придется подождать и посмотреть, как именно это будет работать и насколько хороша реализация.